Вот происхождение жизни это хорошо, а чем все закончится? Ведь нас всех ждет неминуемая гибель. Поэтому наши беспокойства по этому поводу применительно к нашей судьбе не имеют никакого смысла. Добрецов написал такую статью, в которой он предрекает, что судьба Земли будет такая же, как сегодняшняя Венера. Так же все разогреется и так далее. Но это будет тогда, когда к человеку это не будет иметь ни малейшего отношения. Поэтому мы никогда этого не проверим, никогда этого не узнаем. Как себя поведет человек? Захочет же он спасти? Не, не будет. Не будет. То есть, на ваш взгляд, люди будут готовы к тому, чтобы погибли? Люди давным-давно вымрут. Они не погибнут, они вымрут. За счет что? За счет конфликтов внутренних? Нет, зачем? Естественно, будем. Ну, деградация или что? Каким словом это называется? Ну, называйте это как хотите. Можете деградацию называть. Но все организмы живут определенные, ограниченные периоды. Ну, это отдельный организм, а в целом жизнь? Все виды. Человек тоже. Ну, проживет еще некоторое время. И до свидания. То есть, выбрит человек. А вообще, живая часть останется? Ну, живая часть останется. Как она приспособится к этому делу, это неизвестно. Сейчас, скажем, предполагают, что на Венере, на высоте где-то километров 50 от поверхности, есть слой, в котором могут жить бактерии. Что люди захотят куда-то переселить? Чушь. Интересно. Это не научный вопрос, по-моему. Я не прошу вас брать на себя ответственность за то, что вы скажете. Как вам кажется? Просто по какому сценарию будет развиваться? То, что я писал в Добрецов, что это разогреет солосостояние Венеры, ну, это, в общем, версия такая вполне приемлемая. В далеком будущем, когда на Земле не останется условий для жизни, как будет вести себя человек, как он пройдет себя, пытается уйти, пытается спрятаться. Мне хотелось бы быть оптимистом, хотя то, как устроен человек сегодня, не предполагает оптимиста. Что это за это? Какой будущий Сыном создатся вении% Natürlich'а, в мороза? Вскоре… В Ask. Вскоревые миллионы лет. Вскоре миллионы лет. Да, да. Но, знаете, этот сценарий из стеларей-динамик, для санкций, и потому, как система стилала воздушена из-сверсознания, вы можете видеть, как он называется в Hertz-Brustell-диаграм, что свет будет продолжать эволюция. в конце концов, в основном, появились в зеленый гиан. В то же время, в свете облако сон... Сценарий на живых людей... Ну, конечно, мы сейчас говорим о совершенно другом вопросе. Многие человеческие люди были на Земле около 1-1.5 миллионов лет, поэтому мы – это новая специя, comparatively говоря. There are many, many bacteria that have been on Earth for very, very long periods of time. We see cyanobacteria that are very similar to those that can be found in ancient fossil rocks going back 2 to 3 billion years, with not significant differences. So, perhaps even further, perhaps as far as 3.8 billion. So, as far as the type of life on Earth, human beings have been here very, very short period of time. Now, in terms of how our species will fare as a function of time, I don't know how to speculate on that. I think we have to realize that there are all kinds of conditions that have to be met. And at some point in time, we may truly become a space-faring planet, where we have the ability to not just send probes to other bodies in the solar system and the cosmos, but to actually transport human beings. At some point, we might colonize other bodies of our own solar system, and perhaps even further. But that's probably fairly far in the future. I think that in order of science, I can't say anything, from what I know, just from what I know, just from what you know. I think that, of course, there will be changes, because, in other words, the human being actively влияет на собственную жизнь. He includes technology, he includes robots, he includes himself, he includes himself. So, what does he do? About old, so kinda. So, he can keep his own skills on his own people, he will save him. He will save him. So, he will save him. He will save him. He will save him. Who will be human being all over... I can hope he will! Начинается вот это Марс-Ван, знаете, ну вот если они там выживут, то там они останутся. Вот это может быть будущее довольно-таки серьезное. Мы будем переселяться сначала на Марс, а потом, возможно, еще... На Земле я не думаю, что это вот обязательно. Если кто-нибудь про далекую перспективу вам рассказывает, не верьте ему. Человек просто не в состоянии, ну в смысле, вот до такой степени, конечно. Как человек себя может повести? Нет, все можно сделать. Во-первых, есть подземелье, которое куда? Под землю, все микробные. Вы знаете, что под землей живет все микробное сообщество, да. А почему человек не может уйти? Кора, кора, допустим, наша кора, ну допустим, 10-метровая. Ну хорошо, 10-километровая. Нас гарантия защитит от всех катаклизмов, которые могут провести на поверхность. Сам грунт, земля, там, биологические породы, они имеют плохую теплопроводность. Есть же футурологические фильмы, посмотрите, Кинзада, они же все живут под землей. По чему вы не точки зрения? Когда на земле не останется возможности для условий существования жизни. Ну, я верю в разум человеческий. Человек придумает себе, где найти место во Вселенной. Да, где уже найдено множество экзопланет, значит, надо успеть провести исследование своей солнечной системы, надо успеть изучить эти ближайшие экзопланеты и найти подходящую планету, чтобы... Сбежать на какую-то планету? Ну, если Земля станет непригодной для жизни, просто придется куда-то бежать. Это надо продумать, план эвакуации. Я думаю, что все решаемо, все в силах человеческих. Если оставаться, так сказать, в рамках научной жизни человека, то это действительно должен быть продуманный план эвакуации на планету земного идти. Интуиция мне подсказывает, что к этому моменту человечество должно измениться. Измениться. Конечно. Измениться до такой степени, чтобы по возможности целиком покинуть Землю? Безусловно, это должно быть централизовано. Но если, говорить о том, захочет, не захочет, то человеку дону свободу воли, это всегда право выбора для человека. Так что тут ответ однозначный. Тема, которая касается будущего человечества, фотонологии и так далее. Исходя из способа существования живых систем, я думаю, что биологические системы и затем социальные системы будут развиваться. И это будет определенный цикл существования, поскольку любые природные системы, звезды, магматические системы, гидротромальные, все они имеют начало и все они имеют конец. Я думаю, что максимальный срок существования цивилизации, по крайней мере технологичный, можно определить исходя из того, что пик развития системы, природной системы, делит ее существование примерно на двое. То есть, если человечество произошло где-то, ну, скажем так, 2-3 миллиона лет назад, ну, естественно, грубо, конечно, вот, то, по крайней мере, такой же период еще и ждет впереди, если говорить о человечестве как о социальной системе, поскольку существуют возможности разрушения. То есть, каждый раз, на каждом этапе, с выходом на каждый новый этап развития, нужно будет, естественно, бороться и противодействовать тем процессам разрушения, которые есть как в любой природной системе, так и в обществе. А система сама способна будет оценить, когда она на пике? Есть какие-то признаки, по которым она сможет сама себя, сама осознать, что она на пике? Да, ну, определенно, что мы еще не на пике, определенно, что пик впереди, но, видимо, этот будет период все-таки более короткий, чем пройденный человечеством, потому что жизнь ускоряется. По моим оценкам, которые есть и в публикациях, сделанных ранее, мы сейчас, человечество сейчас соответствует возрасту примерно 15-16-летнего человека. То есть, период роста, так или иначе, будет продолжаться периодом внутреннего развития. Как человек, допустим, 18 примерно лет перестает расти, начинается внутреннее развитие, которое идет дальше. Но самое главное не это. Любая природная система имеет начало, имеет конец. Если говорить о звездах, звезды типа гиганты, голубые гиганты, их период несколько десятков миллионов лет существования, цикл. Звезды типа Солнца небольшие, это порядка 10 миллиардов лет. То есть, все равно это цикл, начало и конец. Когда, ну это мое личное мнение, после того, как закончится цикл существования нашей цивилизации в далеком будущем, через какое-то время развитие биосферы-то сохранится, и вот тот способ существования, который присущ живым системам, он через какое-то время обязательно опять должен пойти по восходящей, просто по способу организации живой системы. Поскольку живая система развивается, если брать биосферу, допустим, просто по... в результате способа своего существования. А способ существования включает постепенное накопление свободной энергии, информации. И если когда-то начнется новый этап существования биосферы с какого-то, ну, более низкого уровня, то он опять пойдет вверх. То есть, я думаю, что наша цивилизация, конечно, первая на Земле, но я думаю, что не последняя. Когда не было признаков о том, что когда-то был такой же подъем, палеонтологических признаков, и потом... И вот биосфера, вы говорите, биосфера. А сам термин, это имеет отношение все-таки к Земле. Ну да. Я пытаюсь взять вопрос чуть шире, потому что, если мы предполагаем, что человек будет уходить с планеты Земля, то система перестает быть замком. Перестанут работать и те модели, которые мы к ним применяем, в том числе и в которых участвует этот термин биосфера. Это будет уже не биосфера, а будет что-то другое. И будет ли вообще попытка уйти с поверхности Земля, когда, например, Солнце вырастет, и не останется возможности сохраниться по температурному режиму? Ну, мы говорим о событиях разного масштаба, потому что Солнце будет светить 5 миллиардов лет. Из них, по крайней мере, миллиард лет не будет, оно не будет находиться в стадии красного гиганта, то есть не будет существенного увеличения температуры на Земле. То есть, по крайней мере, миллиард лет спокойно биосфера может существовать. Нам, пока мы подросток, уже пора задуматься о том, что все-таки, не проходя этот пик, пассивную позицию занимать, или вообще, как оно себе поведет. Оно будет пытаться целиком куда-то перебраться на другие планеты? Оно может... Или оно будет пытаться приспосабливаться до тех пор, пока это приспособление не потеряет смысла? Да, определенно, что оно будет развиваться и будет расширять свое присутствие в космосе. И чем дальше будет развиваться цивилизация, тем дальше это будет, очевидно, в пределах Солнечной системы. О, но в пределах, вы хотите сказать, что оно не будет уходить? Нет, на обозримом этапе времени, конечно, это Солнечная система. Что будет через 10 тысяч лет, это неизвестно. Но несомненно, что, поскольку Земля — это колыбель жизни, поскольку мы выросли из биосферы и связаны с ней и информационными, и вещественными, энергетическими узами, тесная связь, образно говоря, человечество, на мой взгляд, это 101 этаж биосферы. Вот 100 этажей ниже — это биосфера. Это живые организмы, имеющие от высокой до все более низкой уровня организации, вплоть до клеточной. А социальная система — это уже 101 этаж, условно говоря. Поэтому мы никак не можем оторваться в будущем от него. Это всегда останется колыбельем. И если мы будем колонизовать, надеюсь, окружающие космические тела в Солнечной системе, то в любом случае, база, материнская среда — это все равно останется Земля. Поэтому и вопрос о ее сохранении жизни на Земле, конечно, он будет всегда актуальным. Продолжение следует... Продолжение следует...